Привет, друзья! Михаил Борщевский – полномоченный представитель правительства РФ в Конституционном, Верховном и Высшем Арбитражном судах, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, более широкой российской общественности. Он стал известен с той поры, как появился на телеэкранах в программе «Что, где, когда» и стал хранителем традиций и интеллектуальной игры. 27 декабря 1955 года в семье юриста Юрия Дмитриевича и артистки Эрики из Алмановной Борщевских появился сын Миша. Мать, отец и дядя Михаила Юрьевича прожили по 71 году. Среди предков Борщевского имеются равенные немецкие рыцари. Столь экзотическое сочетание кровей было у великого композитора XX века Альфреда Шнитке, дед Михаила – основатель литературной газеты Алексея Сильвановского. Мальчик учился в престижной английской школе на Кропоткинской улице. Одноклассницей являлась внучка Михаила Суслова. Успеваемость Миши была посредственной, однако школьные конфликты он пытался решить мирным путем. За умение убеждать и готовность выгораживать провинившийся одноклассников получил прозвище «Адвокат». В юности Борщевский писал рассказы, но литераторы, которым родители показали ранние произведения Миши, констатировали отсутствие у автора жизненного опыта. При выборе жизненного пути парень, обладающий дарованием выступать перед публикой, колебался между профессиями родителей. Отец сумел убедить Михаила в том, что стезия юриста в большей степени гарантирует возможность прокормить семью, чем артистическая. Поэтому юноша поступил в заочный юридический институт, диплом которого получил в возрасте 22 года. Начав с должности юридического консультанта на масло-жировом заводе через 17 лет, Михаил создал первую в стране частную адвокатскую контору. А еще через 11 стал полпредом правительства России в Конституционном суде. У Борщевского за плечами две защиты диссертации – кандидатской и докторской, стажировка в американских юридических фирмах, написание многочисленных юридических книг и справочник. Так однажды Михаил Юрьевич рискнул защитить Анатолия Чубайцев в процессе писателей и проиграл дело. Второй принцип – никогда не говорит судей неправду. О фактах, порочащих клиента, можно и нужно умолчать, но в произносимые слова надо верить, заведомая ложь неубедительна. Еще студентом Михаил женился и стал отцом. Избранницей Ольгой, дочкой писателя Эммануила Баркалова, судьба сводила Борщевского трижды. В компании знакомых, в московском метро и в подмосковном пансионате. После второй встречи юноша написал рассказ о девушке с седой прядью, однако заговорить с незнакомкой решился только когда столкнулся с Баркаловой в третий раз. Роман развивался стремительно. Произведение, написанное год назад и предъявленное Ольге, сыграло немалую роль в завоевании сердца красавицы. Первым идею об усыновлении высказал Михаил Юрьевич. Как бы между прочим, но Ольга Эммануиловна не восприняла ее всерьез. И лишь спустя немало времени она буквально огорошила мужа, согласившись сразу на двоих малышей. Борщевский, давая по этому поводу интервью, рассказал об этой истории в красках. У нас с Ольгой есть биологическая дочь. На тот момент уже было два внука, которые проводили у нас на даче много времени. Как-то раз внуки не приехали. И я сказал жене, давай усыновим ребенка, мы же еще молодые. Но Ольга сказала, да ты что, у нас внуки есть. Этот разговор вскоре забылся. А по происшествии двух лет случилось неожиданное. Продолжает Михаил. Мы едем в машине, настроение плохое. Внуки давно не приезжали, живут в Москве, мы за городом одиноко. И я, чтобы отвечу супругу, говорю между делом, ну давай ребенка усыновим. Просто чтобы переключить ее с волнения и такого настроения. Но Ольга внезапно ответила, тогда уж сразу двоих. Я чуть в столб не въехал, притормозил, посмотрел на нее и спросил, ты серьезно? И она сказала, да, я давно об этом думала, мальчика и девочку. Двенадцать лет тому назад Ольга и Михаил объездили несколько детских домов, общаясь с разными детьми. Им, как и многим родителям, решившимся на усыновление, было важно не только первое впечатление, но и первый контакт с малышом. И он случился с маленьким Максимом, который сразу же отреагировал на Михаила. Подошел к нему, изо всех сил радостно стукнул по ладони и захохотал. Борщевский, засмеявшись, сказал, это мое. Даша немного осторожничала, но, увидев доброжелательность незнакомых людей, протянула ручонки к Ольге. Так Михаил Борщевский и его жена Ольга в 2008 году взяли из детдома двухлетних двойняшек Максима и Дашу. Однако, прежде чем отважиться на этот ответственный шаг, Борщевский и его жена прошли школу приемных родителей. Их, разумеется, очень волновал тот аспект, что дети могут унаследовать гены, черты характера и поведение биологических родителей. Но специалисты помогли Михаилу и Ольге понять, что для ребенка самое главное – это воспитание и окружение. И, разумеется, не все вначале было гладко. Жизнь в детском доме давала о себе знать. Даша любила залезать в сумку к своей няне и брать ее вещи. Отучить от этого девочку удалось высмеиванием, так как ни объяснения, ни уговоры никак не помогали. Когда же однажды поступок девочки высмеяли, это подействовало. Она больше никогда без спросу не брала от чужих вещей. Семья Борщевских решила не скрывать и детей, что они не родные, а приемные. И рассказали об этом Максиму и Даши, когда тем исполнилось шесть. Учатся дети в обычной общеобразовательной школе, так как родители считают, что они должны находиться в социуме и общаться с разными детьми. Максиму легче даются точные науки, ему нравится анализировать, сопоставлять. Даша очень любит животных. Вполне возможно, что она станет ветеринаром. Правда, Михаил Борщевский сказал, что это всего лишь его догадки. Пусть дети сами выбирают себе профессию по своему желанию. Двойняшки дружат между собой. Ссоры у них случаются, но крайне редко. Максим ведет себя как настоящий джентльмен. Он старается проявить заботу о сестре, помочь ей в школе, а когда надо, то защитить. Михаил с гордостью рассказывает, как брат бежит подать сестре столовый прибор, и если он вдруг упадет со стола. Даша с самого детства чувствует заботу о себе. Для девочки это очень важно. Борщевские помогли двойняшкам Максиму и Дарьи обрести любящих родителей и родной дом. А те, в свою очередь, подарили Михаилу и Ольге вторую молодость. Ольга говорит, что помолодела лет на 20. Она всегда была в хорошей спортивной форме, но до роликов дело не доходило. А когда Максим с Дашей подросли, ей пришлось встать и на ролики, и на коньки, чтобы кататься вместе с ними. А Максим с Михаилом любят вместе играть в футбол. Старшая дочь Наталья сразу с теплотой отнеслась к двойняшкам. Она с радостью ездит со своими детьми к родителям в загородный дом, чтобы весело провести выходные дни. Сегодня считается, что огромные семьи, в которых было много детей, пережиток прошлого. Однако и в наши дни находятся люди, которые видят свое счастье не только в своих детях, но и в приемных. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok